Добрый вечер, друзья! Конец цитаты. А давай как самый влиятельный человек в мире. Добрый вечер. В этом году... Вань, мы на КВН. В этом году, ну, юбилейно... Мы решили, выражаясь языком молодежи, заморочиться. И сделать тему визитки. Пришел, увидел, победил. О, а давай, как будто Александр Васильевич узнал, что парапапарам пришли в сезон, увидели и не победили. Ну и хляп с ними. Так, все. Ладно, дипломаты, собрались. Геракл совершил 12 подвигов. Но даже он бы не выдержал поход в магазин вместе со своим ребенком. Папа-папа-папапапапапапапапапапочка, ты когда-нибудь видел такую красивую шоколадку? Так, не перебивай аппетит, потому что дома нас ждет что? Борщ. А борщ вкусный и? Полезный. Молодец. Так, вообще-то кто-то обещал хорошо себя вести в магазине. А кто-то маме обещал себя хорошо вести в Турции. Так, проверьте шоколадку. И мармеладных мишек. И сигарет. И сиг... что? Турция, Турция. Сигарета, вот. Пришел, увидел, нахамил. Такого принципа придерживаются системные администраторы, которые не признают никаких авторитетов. И там в кабинете Дмитрия Анатольевича Медведева. Наташенька, вызовите ко мне системного администратора. Ну, че опять случилось, ёлы-палы? Да тут... Так, брысь. Че вам дело? С компьютером какая-то фигня? Ну, во-первых, не фигня, системная ошибка ДОС. Так, вот это приложение вы скачивали? Скачивал. А соображалку включить? Что? Ничто. Вы вообще не боитесь, что вас за это уволят? Я на свадьбе молодоженам подарил пустой конверт, а его при мне вскрыли. Я теперь ничего не боюсь. Извините. Ух ты, ёшки-матрёшки. А я вас спрашивал про соображалку? Спрашивал. Каков нахал ведь оказался? Соберись, пожалуйста. Пожалуйста, ты же мужчина. Легко сказать. А добавлял ваше благородие? Нет. Добавлял же. Нет. Извините, до свидания. До свидания. Дай бог вам здоровец и великий государь. До свидания. Наша команда представляет трейлер чемпионату миру по футболу 2018 года в России. От создателей матрешки, похмелья и экономического роста в Турции. Самые лучшие футбольные поля. Великая держава, протянувшаяся от Балтийского моря до Курильских островов. Да-да, японцы, до Курильских островов. Страна, способная призвать на помощь силы природы. Березоньки русские, реченьки православные. Помогите тубам нашим, что Ирану проиграли. 140 миллионов жителей, 12 миллиардов долларов. И все это ради того, чтобы сборная России точно попала на чемпионат мира. Вот полюбаса, чтоб попали, прям точняк. Чтоб хотя бы три мальча в группе сыграли. Пусть на ноль, но наши русские мальчишки вместе со всей страной. Да поможет нам Путин. КВН как Алим. Здесь собираются все боги российского телевидения. И сюда не мог не прийти главный интервьюер страны Владимир Познер. Всем здрасте, добрый вечер. Если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к Магомеду. Здрасте, Александр Васильевич. Если вы позволите. Хорошо. Александр Васильевич, вот вы 50 лет работаете с молодежью. Скажите, тяжело? Я просто почему спрашиваю? Просто недавно я был во Франции, ну, на деньги Первого канала, естественно. И там мне хватило двух недель с Ваней Ургантом. Просто поймите, эти вечные клубы, вечеринки, француженки, а Ваня ведь слабенький. Он на третий день уже в номере остался. В этом плане, конечно, старина Ширвин поживее. Скажите, вот недавно я прочитал в прессе, что у КВН в этом году юбилей. Вот если бы у вас была возможность самому себе выбрать подарок. Ну, так, в пределах косаря, косаря 300. Что бы вы себе подарили? Не спешите с ответом, у меня к вам вопрос, который я задаю всем. Вот если бы у вас была возможность прожить жизнь заново. Ну, так, в вашем случае, еще раз кайфануть. Ну, я бы еще раз кайфанул с КВН. С юбилеем вас. Ну, а закончить наше выступление мы хотели бы словами нашего ректора. Ребята, вам нужно выиграть первую игру, потому что восстановление российского гражданства – очень сложный и трудоемкий процесс. С юбилеем, КВН! Юбилей! Мы начинаем высшей линии юбилей! Сезон мечты, сезоны, три сотни людей! Со мною встречают игры юбилей! Юбилей! Насибирь! Насибирь!